Приветствую вас, Анна. Знаете, мне бы хотелось вам задать встречный вопрос. А зачем? Вот вам тут коллега отвечает, да? Вот стоит ли себя насиловать, пишите коллега, Елену, и делать что-то без своего согласия и желания, да? Вот, в принципе, это хороший вопрос к вам, но я бы начал всё же с немножко другого, да? Я бы начал всё же с вопроса о том, зачем? Зачем вам звонить? Своей маме. К примеру. Вы думаете, что она поменяется? Нет, она не поменяется. Дело не потому, что она даже не хочет, а она просто не может. Может, она была бы рада, но если вот она последние годы поменялась, как вы говорите, то она... Такой и будет, скорее всего, вот, она не изменится, вот. Или если она поменяется, поменяется только по собственному желанию. Вот. Для чего ей звонить? Чтобы... 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 Попытаться... Получить от неё... Например, то, что вы хотите от неё получить. Я не знаю, что вы хотите от неё получить, но... Готовы ли вы к тому, что она вам не даст того, что вы хотите? Готовы ли вы к тому, что она не ответит вам такой взаимностью, скажем так? Понимаете, какая штука? То есть, если вы вот... Если вы готовы к этому, к тому, что... Кхм... Кхм... Она... Она... Эмм... Так себя будет... Ну... Поведёт... Если вы готовы к этому. Ну, тогда да. Тогда можно. Но, скорее всего, ничего не будет, понимаете? скорее всего она в своей позиции не изменит, скорее всего, и скорее всего ей самой от нас что-то нуль, если честно. Ну вот так вот не видится, по крайней мере. Дальше. Вы пишите постоянные ссоры с мамой. Скажите, пожалуйста, вот вы пишите, что у нас постоянные ссоры с мамой. А допустим, у нас постоянные ссоры с мамой. А ссоры из-за чего возникают? Вот, вот, как вот вы сами думаете? Вы думаете, что в этих ссорах ответственность ответственна только мама? Ваш? Нет. И вы тоже ответственны? То есть как бы момент здесь такой, что вам необходимо, да, вам необходимо выявить, выделить, выделить свою ответственность, свою ответственность необходимо выделить за то, что вот происходит, собственно говоря. Вот. Вот. Чтобы, чтобы я самой, самой не создаваться ссоры. Ну, ну, как какие-то ссоры, да, чтобы вот самостоятельно не создавать. Вот. Вот. Вот это мне кажется принципиальной истории здесь. То есть истории, они всегда из-за чего-то возникают. И очень здорово было бы, если бы вы, если бы вы, вот, собственно, значит, пояснили, из-за чего у вас, значит, происходят эти самые ссоры. В следствии, в следствии чего они возникают. Понятно. Дальше. Она очень поменялась за последние годы. А в следствии чего она поменялась? Ну, то есть вы же, вы же не можете, например, не знать, из-за чего она изменилась. Вы же не можете, например, ну, не отдавать себе от чего-то в том, в результате чего она поменялась. Значит, что-то случилось, что-то произошло, что-то изменилось. Ну, так давайте преследуем это, давайте изучим, что счёт не поменялось, что поменялось, дабы вы, например, к примеру, значит, перестали воспринимать её на свой счёт. Вот. Как бы. Понимаете? Какая штука. Дальше. Так, кричит с поводом и без. Ну, если человек кричит, значит, есть какие-то проблемы у него, если человек кричит, как минимум. Верный человек кричит, значит, ей, из-за чего-то ей плохо. Вы, судя по тому, что описывается, на это реагируете. И реагируете на это вы, как бы, достаточно негативно. Вот. То есть, слишком негативно. Вот. Вопросы, заключаются с том, опять же, опять же, из чего и почему вы так реагируете, чем вас задевает такое, вот, поведение её. То есть, это можно поиследовать. Это можно поизучать. Дальше. Не извиняйся за свои слова. Да. А, должна. Она должна извиниться. Извинять за свои слова, опять же. То есть, что вам эти изменения, к примеру. Что они вам дадут? Извинения. Извинения. То есть, за чего они вам, зачем вы, ага, правда считаете, что это к чему-то приведёт? Как бы, вот, такой момент мне видится здесь. Такая история мне видится. Вот. Давайте, вот, поисследуем это, опять же. Поизвечаем. Этот момент. Дальше. Ну, нет. Последние ссоры, которая была неделя назад, мы не разговариваем. Она не звонит и я не хочу. Ну, вот, здесь, как бы, что-то вы не хотите и звонить, это нормально. Потому, что вы, ну, повсорились, а, 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 и, в общем, абсолютно нормально, что вы не хотите ей звонить. Но, тем не менее, всё равно вы к ней неравнодушны, судя по, судя по всему, вот. Так, может быть, вы признаетесь о себе в том, что вы хотите, от мамы своей, что вам нужно, от мамы. Понимаете? Вот, в принципе, такая вот история. На этом всё. Исходя из этого уже, вы можете делать выводы и решать, как вам поступать в дальнейшем. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку. буду ротануть. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Удачи!